Добрый вечер всем, кто на Щелковском. Программа «Диалог», как всегда, по вторникам с вами. Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск. В студии программы председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района Надежда Владимировна Суровцева сегодня. Здравствуйте, Надежда Владимировна. Добрый вечер. Рада вас видеть. Взаимно. И мы, как обычно, работаем в прямом эфире. Можно звонить по телефону в студию 56 714 40 714 50. Ваши вопросы, если не пройдут эфир, все равно будут услышаны и записаны. Ну, поехали. Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Назвал свой доклад «Новая пятилетка». Вы присутствовали в зале. Ну, и не могу, естественно, не спросить вас о том, что ваше внимание привлекло более, что-то, может быть, менее. На что обратили внимание? В ходе доклада губернатора. Да. В самом начале Андрей Юрьевич сказал, что этот доклад не какая-то констатация успехов или достижений таких огромных, а это скорее анализ и постановка задач на будущее. И действительно, задачи ставятся очень-таки глобальные. Ну, и прежде всего, они касаются практически каждого жителя. Потому что поставлена задача увеличить количество средств, которые поступают в регион инвестиционных средств. Открыть новые рабочие места, улучшить качество здравоохранения, построить новые школы, детские сады. Конечно, решить, потому что это же на пятилетку, вопрос с мусором, потому что сейчас мы этот вопрос уже начали решать. И еще ряд таких вот именно хороших задач поставлено перед всей командой губернатора. Мне очень понравился отчет Андрея Юрьевича с постановкой задач, потому что все предельно ясно, хорошим языком, с логикой выстроено. То есть подтверждено фактами, там было даже прямое включение непосредственно с работающего уже завода по сортировке мусора сортировочного завода. То есть это непосредственно было видно, как решаются те задачи, которые были поставлены в прошлом году. Ну и, конечно, знаете, пять лет оказалось бы много, мало. Вот с 2014 года мы говорим о пятилетке, но ведь на самом деле очень много сделано. Мы уже просто к этому привыкаем, когда сначала для нас это вновь, а потом мы уже привыкаем и считаем, что так и было всегда. Вот, а если, наверное, 10 лет назад возьмем, вот сейчас очень хорошая акция в социальных сетях идет, сравнив, что было 10 лет назад. И ведь действительно 10 лет назад многие уголки даже нашего Щелковского края за 10 лет изменились до неузнаваемости. Благодаря работе всех. Ну, губернатор и его команда шагнули глубже. Он объяснил сегодня, почему назвал свой доклад «Новая пятилетка», потому что в этом году регион 90 лет. И из уважения к тем, кто когда-то там первые пятилетки работал, строил, создавал. Вот поэтому у нас новая. Ну, знаете, мне кажется, когда мы полностью отрицаем историю, это тоже неправильно. Наверное, что-то было и хорошее в плановом виде нехозяйства. Не на 10 лет назад взгляд, но на 90. Да, 90. Кстати говоря, у нас в этом году Щелковскому району будет 90 лет. Да, безусловно. Правда, называется по-другому. Я называется теперь городской округ Щелково. И я вот с этого хотела бы нашу с вами вот уже текущую беседу начать по тем вопросам, которые бы хотелось сегодня обсудить в эфире. Да, и губернатор сегодня сказал, что эта административная реформа, она же не только Щелковского района, городского округа Щелково касается. 33 муниципальных образования были за последние годы укрупнены. И этот процесс завершается уже практически в регионе. Я думаю, что рассказывать об этом жителям можно и нужно, так можно больше, чтобы понимали, зачем, почему. Тем более, что с вами-то об этом говорить, ну, само собой, нужно, потому что Совет депутатов на первом в этом году заседании принял ряд основополагающих решений, которые как раз и касались преобразования Щелковского района в городской округ. Покомментируйте, пожалуйста. Ну, нам, наверное, надо начать все-таки, что у нас в нашем районе муниципальная реформа началась с 2014 года. Потому что в 2014 году мы вошли в первый этап. Вы помните, у нас полномочия администрации городского поселения Щелково стала исполнять администрацию Щелковского района. Глава городского поселения Щелково, Вершова Татьяна Борисовна, тогда сложила свои полномочия. В этом году был избран новый Совет депутатов, и это было начало муниципальной реформы в Щелковском районе. Я говорю этого этапа муниципальной реформы. Зачем вообще проводится эта реформа? Для того, чтобы у нас выстроилась, ну, вот в регионе, в Московской области, выстроилась одноуровневая система муниципальной власти. То есть есть регион, и есть дальше следующий уровень, муниципальная власть в виде городских округов. После этого, вы знаете, у нас был момент, когда два поселения вошли в состав городского округа Лосино-Петровский. Целый год этот процесс шел, но этот процесс дальше пришел к своему заключительному этапу. И сейчас Свердловка и Аниськино, городское поселение Свердловское, и сельское поселение Аниськинское уже с июля месяца входят в состав городского округа Лосино-Петровский. И в Щелковском районе, как бы логично, вышла на заключительный этап эта реформа в рамках преобразования в городской округ Щелково. Но с чего это начиналось? Во-первых, был уже опыт других муниципальных образований, которые раньше нас перешли вот на эту одноуровневую систему муниципального управления. Это наши соседи, такие как, допустим, Мытищи, Клин. Ну, Клин не соседи, но я имею в виду район. Да, Клинский район. И много других районов, которые можно... Химки, Балашиха? Нет, Химки, это они очень давно, еще в шестом году, они практически сразу создали, когда вступил в силу 131 закон, они сразу создали городской округ, так же, как и Балашиха. А вот те, кто были районами после вступления в силу 131 закона, а потом преобразовывались в городской округ, это Истринский район, это Ногинский район, сейчас Богородский округ. То есть, фактически, сейчас эта реформа идет к заключительному этапу. Сейчас рядом с нами Солнечногорск, Серпухов объединяемся. Да, 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 Серпухов, Солнечногорск, это где-то приблизительно, да, одновременно с нами, это конец 2018 года, потому что закон Московской области, ну, я, может быть, до этого скажу. Дело в том, что изучая опыт вот этих территорий, естественно, рассматривая все варианты и прежде всего, знаете, надо что смотреть, вот сегодня губернатор очень хорошо сказал, что Московская область была похожа на лоскутное одеяло. То есть, представьте себе, вот, допустим, только в нашем районе было 10 поселений, 5 сельских и 5 городских поселений. В каждом поселении совет депутатов, в каждом поселении глава, в каждом поселении свой бюджет. Администрация свою. Да, естественно, администрация, которая исполняет. И, знаете, порой поселению для того, чтобы развиваться, ему просто доходной части бюджета не хватало. Вот, они не могли вступить ни в одну программу федерального или регионального уровня, потому что вступление в программы, оно предполагает софинансирование от 5 до 10 процентов. А порой бюджета поселения, ну, допустим, для того, чтобы построить ФОК, его просто не хватало. Когда это городской округ, и в 2020 году это будет уже единый бюджет, то, конечно, больше вариантов вот такой мобильности бюджетных средств. Кроме всего прочего, ну, когда у вас на территории, может быть, это и хорошо, и плохо, но когда у вас на территории района более там 160 депутатов, то, поверьте, ну, только 30 процентов из них, может быть, работают так, как должны работать депутаты. Остальные, ну, по какой-то причине занимают это место. Ну, и плюс, понимаете, когда переход вот на эту одноуровневую систему муниципального управления, он же не прошел, исключая вовлечение населения в управление муниципалитетом. У нас за это время созданы общественные палаты, как действенный орган контроля за действием власти, как представительный, так и исполнительный, как и главы, так и, в общем-то, инициатор определенных идей, инициатив. Кроме этого, у нас созданы такие институты, общественные институты, как, допустим, Советы многоквартирных домов, правильно, представители Совета многоквартирных домов, они сейчас подписывают много документов, то есть это представители вот этой части населения. То есть у нас есть такие механизмы, как добродел, горячая линия и так далее, где человек может высказать свое мнение по тому или иному моменту, который происходит в муниципалитете. Кроме всего прочего, за эти пять лет в правительстве Московской области разработаны региональные стандарты. Что это значит? Представьте себе, когда у вас множество поселений на территории Московской области, на территории Щелковского района, и в одном поселении считается, что нужно делать тротуары около дороги, а в другом поселении считается, нет, лучше мы эту муниципальную дорогу без тротуара сделаем. Или, допустим, ну, конечно, законы ограничивали там по времени, когда нужно дать ответы на заявления граждан, но, однако же, одно поселение ставило себе цель развивать, допустим, объекты нестационарной торговли, вот, а другое строило какие-то крупные торговые центры. Сейчас практически во всех направлениях разработаны стандарты, то есть невозможно где угодно поставить ту же самую ярмарку для торговли, невозможно где угодно выдать разрешение на строительство, а что, кстати говоря, тогда находилось в полномочиях поселений, и построить жилой комплекс там, где не было возможности подключить газ, тепло, конечно, во благо, конечно, хотели развивать поселение, но не рассчитали энергоресурсы, понимаете, и это привело к определенным таким вот коллапсам. Поэтому сейчас все эти вещи, они четко регламентированы, и поэтому, наверное, это вот, ну, как сказать, такой логичный путь прохода реформы муниципального управления. Ну, а если сказать, как это произошло, в общественной палате, обсудив этот вопрос, вышли с письменным таким предложением инициативой главе района, после этого глава района написал письмо с тем, что он поддерживает эту инициативу во все советы депутатов, советы депутатов поселений, восьми к тому моменту, четыре сельских и четыре городских, и совет депутатов Щоковского района. После этого во всех поселениях были проведены публичные слушания, и советы депутатов всех поселений приняли решение, что они поддерживают инициативу объединения всех поселений в городской округ. Все эти решения были представлены нам, в совет депутатов Щоковского района, мы также назначили публичные слушания, 12 декабря они прошли, и после этого мы приняли решение, что мы поддерживаем объединение, и вышли с законодательной инициативой в Московскую областную думу. Законодательная инициатива об объединении поселений в городской округ. Эта законодательная инициатива в Московской областной думе была поддержана, несколько изменена, и был принят закон Московской области, который 28 декабря был подписан губернатором, 29 декабря был опубликован. И поэтому после новогодних праздников, хотя для многих они были совершенно не праздниками, а рабочими буднями, мы на первом же заседании совета в неочередном приняли ряд решений. Нам необходимо было ликвидировать для того, чтобы люди могли согласно трудовым законодательствам оформить все процедуры. Мы ликвидировали администрации, семи поселений, потому что в городе не было администрации. Мы ликвидировали 8 советов депутатов и 3 контрольно-счетные палаты, которые существовали в Монино, Фряново и Щелково. 3 контрольно-счетные палаты как отдельные органы существовали у нас. Мы провели все эти процедуры, сейчас проходят процедуры ликвидации, но самое главное, что жизнь не остановилась в этот переходный период. Этот год у нас переходный, 19-й. Да, но он переходный каким образом? Он организационно переходный. То, что уже на территории Щелковского района у нас муниципальное образование, которое называется городской округ Щелково, это уже данность, утвержденная законом. А то, что мы в этот переходный период приняли структуру администрации, в структуру администрации были внесены дополнительные структуры и элементы в рамках территориальных подразделений, территориальных отделов. То есть на месте, в поселении все равно будет структура администрации в виде либо территориального подразделения, либо территориального отдела. Те главы, которые пожелали работать на территории поселения, они возглавляют эти территориальные подразделения. Те главы, которые стали работать в администрации, они сейчас занимают должности зама главы администрации района. И мы дополнительно для этого ввели ставки. Потому что самое главное ведь не растерять еще и профессиональный потенциал, людской потенциал. Поэтому людям здесь, мне кажется, не нужно волноваться. Все идет своим чередом. А вот то, что какие плюсы, какие преимущества, я думаю, во-первых, и время покажет. Но вот я, например, минусов однозначно не вижу в этом процессе. А что за этот переходный период должно быть сделано? Как дальше будет развиваться городской округ? Как будут формироваться органы власти? Как будут называться, наконец, населенные пункты и так далее? В состав городского округа входят города, поселки, деревни. И поэтому, если есть деревня Васильевская, которая входила в состав городского поселения Щелково, она так и будет называться деревней Васильевской, которая входит в состав городского округа Щелково. Если есть деревня Медвежьи озера, это будет деревня Медвежьи озера. Если есть город Фрианово, он будет город Фрианово. Это что касается названия. Поселок городского типа. Ну да, поселок городского типа. Если мы говорим... Или рабочий поселок. Я не знаю, мы сейчас с вами что-нибудь наврем. Заблю уже, как они назывались когда-то. Они все были в последние годы по-другому совсем. А что касается дальше? Что мы должны сделать? Вот сейчас Совет депутатов Щелковского района, он выполняет функции согласно закону, который принят Московской областной думой и подписан губернатором Московской области. Мы сейчас исполняем полномочия представительной власти по всем поселениям. То есть мы сейчас должны утвердить исполнение бюджета по всем поселениям за 2018 год. Если бюджеты претерпевают какие-то изменения в течение года, бывает такое, что корректировка бюджета проходит, программы немножко меняются, то эта вся функция выходит на Совет депутатов Щелковского района. Кроме этого, мы должны разработать вместе с администрацией и утвердить устав городского округа Щелково, который будет являться основополагающим документом для дальнейшей жизни. И в этом уставе будут прописаны также, каким образом будут проходить выборы в состав Совета депутатов городского округа Щелково. Эти выборы пройдут в сентябре 2019 года. В это время, как раз в сентябре, заканчивается полномочия Совета депутатов Щелковского муниципального района. И будет избран уже Совет депутатов городского округа Щелково. И уже этот Совет депутатов будет утверждать на 2020 год бюджет уже объединенный городского округа. А сейчас пока все бюджеты считаются по поселениям, как они были приняты депутатами. И когда были программы заложены по каждому поселению, так они будут исполняться? Да. Если, допустим, в поселения были заложены какие-то программные моменты, допустим, по благоустройству, они так и будут исполняться, и мы будем точно так же контролировать. Просто исполнять будет администрация Щелковского муниципального района. Щелковского района, как исполнительный орган. Дело в том, что мы с юристами, кстати говоря, на этот счет спорили. Я считаю, что надо делать максимально по закону, чтобы было все выполнено. Действительно, можно принять решение о переименовании. Хотя, если почитать внимательно закон, в законе написано, что органы местного самоуправления Щелковского района исполняют полномочия органов местного самоуправления городского округа Щелково. Но я думаю, сейчас администрация будет выходить к нам с проектом устава, и мы как раз, может быть, и сделаем потом переименование, чтобы не путались. Потому что вы знаете, что если Совет депутатов района до сентября, у него дальше должны быть выборы. Глава у нас с 2017 года на 5 лет избран. Но администрация ее, конечно, переименовать. Давайте мы будем переименовывать. Так же, как и контрольную счетную палату. Спасибо. Если у нас будут вопросы еще по округу, мы, конечно, к этой теме вернемся. А сейчас давайте послушаем, о чем хотят спросить нас телезрители. Здравствуйте. Мы слушаем, кто дозвонился в студию. Слушаем вас. Слушаем вопрос. Нет вопроса. Если нет вопроса, я тогда задам в некотором роде в продолжении темы. Поскольку Советы депутатов ликвидированы во всех поселениях, то ваш Совет районный Совет депутатов, Совет депутатов Шелковского района остался единственным представительным органом на всю территорию огромную. Как изменится ваша работа в связи с этим укропнением и увеличением вашей территории? Я даже не знаю, как сказать. Не территории. Территория-то осталась та же, но ответственности, скажем так. Ответственности, наверное. Дело в том, что, Ирина, я собрала депутатов, Советы депутатов Шелковского района после того, как закон уже был опубликован, и сказала им, что, во-первых, нужно внимательно посмотреть на тех депутатов, которые работали в поселениях. Может быть, кто-то из них, кто вел активную работу, может продолжать ее вести в том же ключе, но в каком плане? Он может быть помощником депутата районного совета. Поэтому мы сейчас эту максимальную работу провели. Также, независимо от партии, я попросила раскрепить максимально территорию всего Шелковского района и проводить регулярные приемы населения на территории Шелковского района. Вы знаете, что приемы населения, допустим, наша партия – это рабочие моменты, которые мы… Давайте я попрошу нам дать картинку. У нас как раз есть некоторая иллюстрация вашей этой работы. И продолжаем разговор. Хорошо. Уже под видеоряд. У вас совет избран по политическому, по партийному принципу. Это я тоже напомню. Поэтому прием депутатский и прием партийный – это примерно одно и то же. У нас получается, что действительно у нас один совет районный был избран по представительному признаку, по партийным спискам. Так вот, мы ведем приемы во всех поселениях. И вели приемы во всех поселениях на протяжении всех этих лет. И старались решить вопросы. Сейчас я попросила представителей всех партий, чтобы максимально охватить население городского округа Шелково. Поэтому такой график уже практически составлен. И вот с 1 февраля он уже до этого реализовался, но уже в новом ключе реализуется. Он будет размещен на сайте Совета депутатов. По Кощелковскому району он называется, да? Мы обязательно опубликуем его в газете «Время». Попросим, чтобы коллеги из администрации опубликовали у себя этот график. И я прошу, уважаемые жители, если какие-то вопросы возникают, пожалуйста, приходите к нам на приемы. Потому что реально мы же ведем анализ своих приемов. Больше 50% вопросов, которые задаются, они все-таки находят свое решение и решаются на этих приемах. Поэтому вы не останетесь без представительства. Ну, допустим, я как пример приведу. К примеру, в городе Щелково есть ряд депутатов, которые очень хорошо, активно работали. Вот по Щелковой 7, наверное, не секрет, Павла Жукова, который избрался только первый раз, до первого созыва он избирался в этот Совет депутатов, он работает хорошо. Так вот он является помощником депутата Московской областной думы Шапкина Владимира Николаевича. И ведет приемы как помощник депутата. Точно так же, как мы все взяли себе помощники депутатов, которые будут помогать нам вести приемы. Они лучше знают ту территорию, на которой раньше они избирались. Они лучше знают проблемы и помогут нам. Вот такая будет схема. То есть вот никто не остался, кто хорошо работал, никто не делал. Нет, кто желает работать, кто хорошо работал, почему нет? Конечно, они будут работать. Ну и надо сказать, что помещения администрации и Советов депутатов на территориях, они же остались, и там продолжают работать представительные органы администрации. Вот именно мы как раз обсуждали с Алексеем Васильевичем этот вопрос. Но обязательно там, где нет возможности отдельные какие-то помещения взять, ну, допустим, в городе Щелково невозможно в одном месте принимать. Конечно, нужно по микрорайонам проводить эти приемы. А вот, допустим, в Африаново, конечно, мы будем проводить приемы, очевидно, в администрации или в других, допустим, поселениях, Загорянке в той же самой. Там же есть помещение сайта депутатов. Спасибо. Я предлагаю нам сейчас на три минуты прерваться на рекламный небольшой перерыв, а потом мы продолжим разговор с Надеждой Владимировной и поднимем ряд не менее интересных тем, в частности, новый порядок обращения с отходами и до начисления за отопление прошлых периодов, до начисления по МОСУ в Гирце эта тема продолжает оставаться актуальной, но об этом после небольшого перерыва. Возвращаемся в студию программы «Диалог». Спасибо, что остались с нами. Я напоминаю, что этим вечером мы беседуем с председателем Совета депутатов Щелковского муниципального района Надеждой Владимировной Суровцевой и, как и обещала до перерыва, мы сейчас поговорим о важной и актуальной для многих жителей Щелковой теме. Это до начисления прошлых периодов по услуге отопления, которые в квитанциях МОСУ в Гирце получили жители осенью прошлого года. Мы разъясняли, и вы в этой теме тоже достаточно глубоко. На прошлой неделе Совет депутатов вы провели повторную встречу с представителями МОСУ в Гирце, с представителями общественной палаты, прокуратуры, управления ЖКХ и теплоцентраль. Теплоцентраль, да, которая, собственно говоря, инициировала этот сбор долгов в прошлых периодах. Удалось ли вам разобраться в вопросе? И расскажите зрителям нашим, как на сегодня обстоят дела. Ну, действительно, вы знаете, осенью ко мне пришли жители и потом еще и члены общественной палаты и сказали о том, что достаточно большая социальная напряженность именно по этому вопросу, что долги прошлых периодов включают в квитанции, что непонятно для жителей эти долги, их объем непонятен. Я пришла, конечно, с Алексеем Васильевичем на эту тему переговорила. После этого мы проводили достаточно большую работу вместе с депутатами областной думы, с Шапкиным конкретно. Мы выходили в МОСУ в Гирце, мы приглашали к себе на круглый стол представителей МОСУ в Гирце и теплоцентрали, выясняли с ними ситуацию по итогам вот этих действий, написали письмо в прокуратуру нашу городскую, Щелковскую, для того, чтобы они разобрались, поскольку посчитали, что, во-первых, незаконным является списание в счет долгов прошлых периодов текущих платежей, которые производились в МОСУ в Гирце. Затем между собой все-таки два субъекта договорных отношений должны разбираться между собой без привлечения какого-то третьего лица, даже в лице платежного агента. Все это было донесено до прокуратуры, и прокуратура вынесла представление в адрес МОСУ в Гирце, в адрес теплоцентрали, в котором обязала МОСУ в Гирце исключить именно долги периодов по теплоцентрали, вот за 15-й год, из платежного документа. Нам на последнем, вот буквально на прошлой неделе совещании, они доказывали нам, что мы исключили эту строку, выполнили решение прокуратуры. Представитель прокуратуры, помощник прокурора, сказал нам, что сейчас они обсуждают вопрос о дальнейших действиях в отношениях теплоцентрали, поскольку долги, которые уже заплатили жители, я напомню, где-то 11 порядка тысяч у нас лицевых счетов, почти 12 тысяч лицевых счетов попали в эту ситуацию, и порядка 8 оплатили свои долги. И вот теперь прокуратура, она как бы рассматривает этот вопрос с теплоцентралью, потому что считает, что все-таки они должны были каждый свой долг доказывать в судебном порядке. А сейчас жителям, опять же, представители общественной палаты приносили нам, приходят такие досудебные решения, в которых им предлагается либо признать долги, либо потом выходить в суд. Эти досудебные решения должны быть доставлены именно под роспись, и потом уже теплоцентраль должна в судебном порядке доказывать, что житель должен в теплоцентрале средства. Ну вот это то, чего как бы мы постарались добиться. Я понимаю, что не все так идеально. Я знаю, что, допустим, я же все эти просматриваю, то же самое, постоянно, что сегодня тоже выкладывали там и в Инстаграм, что все-таки приходят квитанции еще со строчкой долги. Я себе взяла это на заметку и обязательно, ну вот, с завтрашнего дня начну разбираться, потому что МОСОБЛЕВЕЦ подтвердили нам, что они эту строчку уже не ставят. Я имею в виду не нулевую строчку, а строчку, в которой прописана какая-то сумма за 15-й год именно. Вопросов-то сразу... Ситуация непростая, и мы почему привлекли областных депутатов, потому что мы считаем, что это должно каким-то образом регулироваться, в том числе и на уровне области, наверное, должны быть какие-то регуляторы вот этого процесса. Возьмите, Ирина, мы сейчас говорили о городском округе, я говорю, что по многим вопросам уже приняты региональные стандарты. Вот здесь тоже надо стандартизировать эту ситуацию, чтобы такого, конечно, не было, потому что ведь есть категория малообеспеченных семей, для которых, допустим, долг в 15-20 тысяч – это очень большие деньги, которые, извините, надо где-то взять, даже если они не были оплачены. Хотя многие жители пришли, кто-то увидел, что это действительно долг оправданный, кто-то увидел, что, допустим, завышенный долг, ему там уменьшили. То есть это в индивидуальном порядке разбирался каждый. Но это надо было приходить в МОСОБЛЕРС, поскольку только там выгрузка данных произошла. Когда мы стали разбираться, из-за чего это произошло, нам было сказано, что это произошло из-за некорректной работы ЕИРЦ. Помните, у нас был? Предыдущий, да, РКЦ «Щелково» назывался. Совершенно верно. Наш расчетный центр. Расчетный центр, который, ну где-то, наверное, саботируя переход к другому платежному оператору, просто-напросто некорректно выгрузил все данные, базы данных, и поэтому пострадали жители. Но прежде всего нужно сделать все, чтобы минимально вот это была ситуация. Вообще, вот сегодня опять обратимся к обращению Андрея Юрьевича Воробьева. Дело в том, что губернатор сказал, что вопросы коммунальной сферы это одни из самых острых вопросов, если брать на территории региона. Это как раз те вопросы, которые надо решать. Они касаются управляющих организаций. Из 700 управляющих организаций 200, которые жители категорически против того, чтобы они, я имею в виду по всей области, по всей области категорически против, чтобы они участвовали вообще на рынке управления имуществом жителей на квартирных домах. Поэтому это такие вот вопросы, и вот из-за этого возникают такие проблемы. Он сказал, что в этом году, в 2019, тех, кто таких проблемных компаний в красной зоне, которые находятся, их не должно остаться. Вы знаете, здесь же вопрос идет такой, что буквально в индивидуальном режиме работают. И с каждым главой Алексея Васильевича тоже ставились задачи по регулированию этого процесса в рамках управления квартирными домами. И у нас уже количество управляющих организаций уменьшилось. И вообще, конечно, реально их должно быть меньше. Если их будет мало, и они будут обслуживаться МОСУБЛЬЕРЦ, тогда вот эта ситуация, она очень быстро регулируется. А когда одни обслуживаются МОСУБЛЬЕРЦ, другие свои кассовые центры расчетные имеют, меняются очень часто, то это, конечно, возникает очень много проблем. Принято. Будем надеяться, что они все-таки будут решаться. Продолжим тему. Что нам не звонят, кстати? 56-714-40, 714-50. Можно звонить и задавать. Владимир Владимирович, у нас есть вопросы в прямом эфире. Пожалуйста, ждем звонков. Мы еще работаем некоторое время. Продолжим тему ЖКХ. И в еще более глобальном масштабе. Сегодня губернатор напомнил, что в 71 субъекте федерации в квитанциях на услуги ЖКХ за январь уже будет отдельная строка обращения с отходами. Вывоз мусора, проще говоря. И в том числе в Московской области. Московская область вся полностью с этого года перешла на новый порядок этого обращения с отходами. Это раздельный сбор, это отдельная коммунальная услуга. Давайте поговорим об этом. За что, сколько, кому мы будем платить. И что, главное, улучшится в этой новой системе в порядке обращения с отходами. Действительно, согласно федеральному закону с 1 января 2019 года практически все регионы перешли на новую систему регионального сбора, вывоза мусора. Если говорить о... Вы знаете, можно я от деталей перейду? Сначала в общем скажу. Вы знаете, есть такие мнения, что вот зачем, надо было все детально подготовить, потом переходить. Во-первых, подготовка шла колоссальная, причем не только в 2018 год. Эта подготовка шла и в 2016, и в 2017 году, и в 2018 году. Это первое. А второе, надо не забывать, что мусор мы производим каждый день. И каждый день, который мы не переходим на новую систему, у нас увеличиваются наши свалки по объему, и мы загрязняем ту среду, в которой мы живем. Но мне кажется, большинство жителей, они согласны, и вы знаете, поддерживают эту идею раздельного сбора мусора. Ну даже вот мы с тобой, Ирина, разговаривали, как ни странно, ты сама, хотя ты оптимист, была пессимистом в этом вопросе и думала, что никогда наши жители не будут разделять. И для сухого мусора... Давайте покажем. У нас картинка есть. Как раз наш оператор, региональный оператор Харти, который в нашем городском округе работает, они продолжают установить в январе, они устанавливают новый тип контейнеров. Серый контейнер для обычного мокрого мусора и синий контейнер в виде сетки для переработки. И, как выяснилось, людям не надо объяснять даже, большинству людей не надо объяснять, зачем эта сетка. Вот мы увидим картинку сейчас и, в общем, поймем, что люди правильно пользуются их. Серый контейнер для обычного мусора и синий вот такой вот, да. Я не очень в это верила, но факт. Продолжаем разговор. Так вот, вся Московская область была поделена на зоны. Мы пошли в Ногинскую зону. И в каждой зоне путем разыгранного конкурса победил тот или иной оператор, региональный оператор. Вот у нас тоже назвала неоднократно этот такой оператор Харти. Оператор, который отвечает за сбор, вывоз и утилизацию мусора. Региональный оператор, он как бы с 1 января вступил в свои права. Естественно, что вот и в декабре работа велась. Во-первых, необходимо было оснастить контейнерные площадки новыми контейнерами. Вы сейчас уже показали, да. Ну, естественно, что невозможно за неделю, за две это сделать. Поэтому сейчас, ну, проходит это оснащение. Практически где-то процентов на 80 оснащены уже контейнерные площадки и продолжается их оснащение контейнерами. Кроме всего прочего, наша задача была вести разъяснительную работу и те моменты, которые мы посчитали в обсуждении данных вопросов, такие острые для населения, донести их. И поэтому, когда у нас в январе проходили, в декабре проходили парламентские слушания Московской областной думы, мы ездили на них и до этого круглые столы проводили, мы задали ряд вопросов, которые нас очень волновали. Прежде всего, если в многоквартирных домах более-менее эта ситуация понятна, есть контейнерная площадка, можно заварить мусоропроводы и вывозить мусор на контейнерную площадку, то что сделать там, где ИЖС или, допустим, СНТ? Вот этот вопрос очень остро стоит. Нет. И сначала был принят единый тариф для ИЖС с квадратного метра. Именно депутаты... Для всех? И для города, для жителей МКД и для... Да, вообще просто для квадратного метра. Именно благодаря тому, что активно Московской областной думы депутаты, местных советов депутатов включились в этот вопрос, было принято решение, буквально в конце декабря было принято решение о том, что все-таки надо каким-то образом градацию домов ввести. Поэтому сейчас, допустим, по площади ИЖС дома градируются на 21 категорию. Допустим, там от 50 до 100 метров, там от 100 до 150, от 150 до 250 и дальше пошло. И для каждого из этой категории предельный размер платы то же самое. Он разный, за квадратный метр идет. Вот. Поэтому даже не то, что за квадратный метр, а там вообще просто идет в месяц. Я здесь ошиблась. За квадратный метр это идет многоквартирных домов. А здесь в месяц. Ну так, к примеру, я скажу, что если дом от 100 до 150 метров, то в месяц в квитанцию за волос мусора будет внесено 400 рублей. Такие нормативы приняты. Были приняты письмом, подтвержденные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Но здесь опять же возникают вопросы. Какого рода вопросы возникают здесь? Где-то в каких-то деревнях остались контейнерные площадки. Но мы помним, что жители были категорически против в деревнях устройства этих контейнерных площадок. И поэтому где-то был организован вывоз мусора путем сбора мусора из баков, которые закупили жители сами. Где-то это был пакетный сбор мусора. Ну, например, вот если вы хотите мое мнение, я считаю, что пакетный сбор мусора – это совершенно не та форма, которая должна пропагандироваться, потому что пакеты рвутся, их рвут собаки. Это все равно нерационально. А вот контейнеры, которые в принципе стоят от трех, четырех, пяти тысяч, наверное, если можно было бы как-то в рассрочку, жители могли бы их купить и так далее. Вот здесь, наверное, с региональным оператором нужно проводить работу. И поэтому сейчас сотрудники администрации по графику, согласовывая со старостами деревень, выезжают по субботам в деревню, берут представителей регионального оператора и там на деревенском сходе обсуждают, каким образом вывозить. То ли где-то устраивать контейнерную площадку, то ли все-таки договариваться о том, потому что вот наша позиция здесь, я думаю, что администрация меня поддержит, что надо переходить на цивилизованный контейнерный сбор, чтобы вот этот ВЖС, контейнер, по идее, ведь там вывозят только сухой мусор. Потому что ВЖС, все, что мы называем мокрым мусором, оно идет фактически в компостную яму, правильно? Оно же все как компост гниет. И поэтому здесь нужно переходить вот на такой цивилизованный сбор мусора. Процесс это, конечно, непростой. Почему с квадратного метра? В разных регионах по-разному. Где-то с квадратного метра, где-то с человека, допустим, да, как в Москве, там с человека берут. Но дело в том, что Подмосковье имеет свою специфику. Вы знаете, что большое количество дачных поселков СНТ, это то, что находится на территории Подмосковья, но люди там постоянно не проживают. Население летом в разы увеличивается. Конечно. Там не 7 миллионов 300, а, наверное, миллионов 15 у нас летом проживает на территории Московской области. И они все мусорят, извините, они не везут мусор в Москву и не выбрасывают его там, где они прописаны по нормативу. Они его выбрасывают у нас здесь в леса, на контейнерной площадке. Ну, где найдут. Понимаете, на влетных магистралях у нас стояли такие площадки, которые постоянно были переполнены мусором. Так вот, наверное, все-таки правильное решение было, ну, как минимум, вот сейчас на этот период, что нужно собирать вот этот мусор из домовладения. Если это СНТ, то, пожалуйста, члены, ну, не СНТ, сейчас у нас по-другому они называются, да, члены этого товарищества должны тогда включить свои членские взносы. И тогда председатель будет расплачиваться за вывоз мусора из этого СНТ. И будет понятно, что человек не будет мусорить в лес, вывозить этот мусор или вывозить его к квартирному дому, к тому же, да, свои сумки там или пакеты. А он будет здесь, где он заплатил за вывоз этого мусора. Вот поэтому в Московской области было принято решение именно с квадратного метра. С квадратного метра многоквартирных домов, домах стоимость услуги по вывозу мусора будет, ну, сбор и вывозу 7 рублей, 0,3 копейки с квадратного метра. Сегодня то же самое в обращении губернатор сказал, что кроме всего прочего будет предоставлена льгота. Всем пенсионерам до 70 лет эта льгота будет предоставляться в размере 30 процентов. От 70 до 80 лет льгота на вывоз мусора будет 50 процентов. И уже свыше 80 лет льгота будет 100 процентов. То есть практически свыше 80 лет, если человек проживает в квартире один, он за вывоз мусора платить не будет. То есть это, опять же, поддержка социально незащищенных слоев населения. И, в общем-то, если посмотреть в пределах Московской области достаточно, ну, большие деньги на это выделяются. Что касается ИЖС, тоже я хотела бы сказать, что выгрузка по всем базам произошла. То есть посмотрели базы Росреестра, МОСЭНЕРГОСБЫТА. И сейчас прошли переговоры, чтобы включать в квитанцию МОСЭНЕРГОСБЫТА отдельную строку за вывоз мусора. Все будут платить. Кто не хотел заключать договор на вывоз мусора, теперь никуда не денутся. Совершенно верно. Платить будем все. И самое главное, что... Понимаете, не только платить. Самое главное, чтобы наладилось... А ведь у нас, как всегда, стоят цели нереальные. Если где-то в Японии, не знаю, десятилетиями к этому шли, к цивилизованному, раздельному сбору и утилизации мусора в Германии и так далее, то мы это должны сделать в ближайшую пятилетку. И прийти уже к тому, что у нас не будет этих ужасных... 14 заводов, губернатор сказал. 14 заводов у нас должны быть построены. Во-первых, у нас сократилось количество полигонов практически до... Осталось 15. 15. То есть на 34. Нет, подожди. На 24 полигонов сократилось. Да. И эти полигоны, они уже должны в совершенно другом виде функционировать. Должны обязательно быть мусоросортировки, мусоропереработки. Я думаю, что это, в общем-то, те амбициозные цели, которые будут достигнуты. Спасибо. Но вместе с нами, со всеми. Если мы все будем вместе работать. А мы посмотрели картинку, и вроде бы люди поняли. Нет, тяжело. Вы знаете, тяжело. Любой переходный период – это тяжело. Я говорю о том, что нам надо, мне кажется, знаете, немножко более где-то, может быть, даже по-доброму относиться к друг другу, понимать, слышать друг друга. Потому что я же не даром сказала, каждую субботу сотрудники администрации будут выезжать с региональным оператором по графику в деревню для того, чтобы объяснять людям, доводить до регионального оператора, что мы хотим именно вывоз контейнерный с каждого дома. Это было бы разумно. Еще год назад они ездили так же по деревням и уговаривали людей заключить договор на вывоз мусора. Но теперь, как мы выяснили, надо другой вопрос решать. Можно мы вас слушаем? Нет, почему? Кстати, говорите... Вопрос из эфира. А то время закончится, а не успеем услышать. Здравствуйте. Кто нам дозвонился, мы слушаем вас. Добрый вечер. Вы в эфире, да, здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем. Вы меня слушаете? Да, слушайте. Радно, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой. Я недавно слышала комсомольская правда вечером, ночью. Как раз решила о том, что через три года долги по ЖКО прощаются. Была большая передача, но я не очень так подробно вам рассказать не могу и не стала запоминать. Как вы на этот вопрос ответите? Я так понимаю, смысл вопроса в том, что если речь шла о доначислении их конца 2015 года, то три года вышло. Но дело в том, что если не были предъявлены какие-то обязательства, если эти обязательства были предъявлены, то, конечно, эти три года не вышли. Поэтому в каждом случае нужно рассматривать это индивидуально. Действительно, такая информация есть. Но я думаю, что мои помощники непосредственно записали контакты телезрительницы. Мы ответим уже более точно по вашему вопросу. Когда у вас образовался долг, какой период прошел и так далее. Хорошо? Спасибо за звонок и за ответ. Мы слушаем следующий вопрос, если он у нас есть. Здравствуйте. Да, есть вопрос. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Да, можно, пожалуйста. Слушаем вас. Мне вот все-таки непонятно, почему начисляется тариф за вывоз мусора с квадратного метра. Вы понимаете, вот мы в квартире живем, допустим, втроем. Если с квадратного метра у нас получается 350 рублей, а с проживающих получается 200. Вы понимаете, какая разница? У нас же мусорят не квадратные метры, а люди, проживающие на них. Спасибо. Вот, наверное, вы не слышали ответа. Спасибо. Я сейчас еще раз даю. Коротко, да, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Дело в том, что в Московской области 7 миллионов 300, сегодня губернатор сказал, это те, кто проживают и зарегистрированы. Но практически еще, наверное, такое же количество летом незарегистрированных здесь людей, которые проживают в Московской области. Да не только в летний период. Вы же сами знаете, что очень часто живут на дачах, прописанных в Москве, и они не платят за мусор. Как их посчитать? Поэтому вот наш регион, он отличается. И именно из-за этого было принято решение, что у нас норматив будет идти с квадратного метра. Ну а для малообеспеченных семей были вот различного рода меры поддержки, которые я уже назвала сейчас. Спасибо. У нас немного времени остается до окончания эфира, а мы должны еще поговорить на вашу любимую тему, поговорить про молодежь. И вот в каком контексте. 29 ноября прошлого года состоялись выборы нового состава молодежного парламента. Вот я прошу дать нам видео, как это все проходило, а вас вот в очередной раз спрошу, зачем нужен вообще этот институт, какая от него польза кому, и насколько это серьезно, или все-таки это игра. Но молодежный парламент Щелковского района, городского округа, он создан. Как он будет работать? Что он будет делать? Действительно, у нас 29 ноября прошли выборы, причем выборы прошли по всем условиям выборной кампании. Прямо по-взрослому, да? По-взрослому, там были у нас и комиссии, все подсчитывали, велась работа сначала теми, кто хотел попасть в состав молодежного парламента. Для чего нужен парламент? Во-первых, для того, чтобы готовить из вот тех ребят, которые выбраны в парламент, ну, молодых парламентариев, так скажем, тех людей, которые будут профессионально заниматься политикой и парламентаризмом, чтобы знакомить их с работой представительной власти на всех уровнях. И еще очень немаловажная, как бы такая деталь, чтобы именно молодежь выходила с инициативами, которые касаются именно молодежи, потому что они немножко по-другому смотрят на эту жизнь. Каждый из нас прошел этот период, ну, кто-то еще не прошел, кто-то уже прошел, и взгляды изменяются. Вот ту тему, те какие-то запросы, которые идут от молодежи, именно молодежный парламент должен формулировать на всех уровнях. У нас из молодежного парламента наш представитель, председатель молодежного парламента Лавренов Даниил Павлович, он входит в состав областного молодежного парламента. Его ребята выбрали председателем парламента. Он является студентом нашего колледжа. Поэтому я думаю, что и очень хочется надеяться на то, что ребята будут вести именно активную работу. Потому что тяжело им, они не совсем понимают, то, чем надо заниматься. А ведь обучаться надо в деятельности. Вот это деятельность. Не совсем понимают, но хотят. Судя по активности, да, и действительно, вот по процессу голосования, все по-взрослому. Вы уже с ними встречались? Ну, не так много времени прошло? Я встречалась на первом заседании, конечно, побеседовали немножко с ребятами. Потом у нас есть в Совете депутатов, непосредственно члены Совета депутатов, которые закреплены за молодежным парламентом. Это председатель нашей профильной комиссии по образованию Чебисова Ирина Юрьевна. Она сама возглавляет детский садик, поэтому это ей близко. Ну, и мой заместитель, представитель Совета, Игнатенко Сергей Григорьевич, это в его полномочиях вообще записано у нас в уставе, что он занимается вопросами молодежного парламента. То есть это те люди, которые помогают ребятам организовать их работу. Спасибо. Ну, что касается молодежи, Ира, мне еще, знаешь, хотелось бы что сказать, что все-таки вот я сейчас встречаюсь очень много с ребятами в школах, в наших колледжах, и мне очень нравится, как они ставят вопросы, что они нервнодушные, что они очень хотят активно участвовать в нашей жизни и улучшить ее. Здорово. Будем надеяться, что ваша смена подрастает достойно. Спасибо, что приняли участие в нашем диалоге сегодня, Надежда Владимировна. Председатель Совета депутатов Шелковского муниципального района Надежда Суровцева была сегодня в программе «Диалог». Ну, а я с вами прощаюсь на этом. Спасибо, что смотрели. Всего доброго. Оставайтесь на Шелковском. Нам важен ваш интерес. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин